Здравствуйте, друзья! У меня к вам вопрос. Сейчас немножечко времени вам даю. Подумайте, так хорошо, серьезно про себя. Что больше всего вас волнует в этой жизни? Что больше всего вас достает в этой жизни? Где больше всего вы чувствуете проблем, непоняток? Что вас волнует больше всего? Каждый себе дайте ответ. Ну, я даю слоем. Наши отношения с другими. И даже наши отношения с самим собой. Отношения, написала одна моя подруга в скайпе, отношениями пронизан весь мир. Она знала, о чем писала. Итак, об отношениях. Оказывается, отношения тоже подчиняются определенным законам. Ими тоже можно руководить, не попадать в сложные, не чувствовать боли от них, а чувствовать только радость. Это не идиллия. Это реально возможно. Это практически уже применять можно. Есть такая наука соционика. Вы о ней слышали. Может быть, что-то хорошее. Может быть, не совсем. Потому что соционика сейчас раскидалась по разным школам, направлениям. Но не будем об этом. А будем о том, что она может дать для того, чтобы мы нашли именно те отношения, которые будут полностью удовлетворять все запросы нашей души. Они называются дуальные. Либо психически дополняющие. А почему так? Потому что каждый человек, он несовершенен. Увы. Мы что-то можем хорошо, что-то нам не дается никак. И зря мы здесь себя корим. Зря мы здесь стараемся быть на высоте, быть так, как другие. Потому что это априори невозможно. Природа сильнее нас. И то, что загружено в нас природой, нужно знать и этим грамотно пользоваться. То есть каждый из нас имеет сильные и слабые стороны. Как правая и левая рука. И каждый из нас половинчаст. Поэтому мы ищем свою вторую половинку. А кто эта половинка? Как-то смутно догадываемся или даже вообще не догадываемся. Вот Бог пошлет, небо даст. Хотя это тоже есть, по своему опыту знаю. Но это дается только тогда, когда у нас есть знания, когда мы ищем именно то, что нам нужно. А эти знания дадут соционика. Зная свой тип личности, всего этих типов 16. Не так уже много. Нетрудно запутаться. Дети 5-6 классов уже умеют видеть типы личности, знают, кто есть кто, кто как думает, как себя ведёт. И к кому кто есть дуал. То есть тот нас дополняет. Поэтому вам тоже это реально и доступно. У нас будут обучающие вебинары. И вы всему этому научитесь. И будете видеть каждого на улице. Вот так вот на лицо человека. И уже знаете его тип личности. И уже можете прогнозировать, какие у вас с ним будут развиваться отношения. Вот поскольку есть 16 типов личностей, существует также 16 типов отношений. Кто-то видит так, кто-то так. И получается вот эти вот наши трения, наши несогласования, наши проблемы в отношениях. Но, увы, так природой задумано, что из этих 16 типов отношений только единственный дуальный, один вид отношений, который нам помогает в жизни. Все остальные мешают. Носят дисгармонию, дисбаланс. И люди, как правило, в этих отношениях становятся хуже, чем если бы они были вообще без отношений. Почему сейчас много разводов и прочее, прочее? Потому что, ну, такая статистика, люди попадают, живут не со своими людьми. Но ничего, если вы знаете, кто вы, кто ваш дуал, вселенная вам помогает. У меня после этих знаний приходят одни только дуалы. И подружки, и друзья, и соратники, и семью. Но, к счастью, уже создала то, что хотела. Дуальную семью. В данной семье идет рассвет личности. Но муж у меня, Карлос, он кубинец. И вот когда он был на Кубе три месяца тому назад, он написал мне такое хорошее письмо. Не знаю о соционике. Он считает, что соционика, это значит что-то сложное, не всем нужное. Но все-таки по законам соционики он живет. И вот в своем письме он написал, вот ты пишешь, что я такой-такой-такой, ну, хороший, да. Но я никакой без тебя. Это только с тобой я такой. Вот наблюдение человека со стороны, а дуальности. В дуальности люди становятся сильнее, становятся лучше. Они проявляют свои сильные стороны, поскольку они нужны дуалу. Вот оно у него слабое. И он подсознательно тянет, хочет этого, то, что у партнера сильно. И тогда партнер себя чувствует королем в этих отношениях. Он нужен, он может. И развивает свои сильные стороны. И с другой стороны, то, что человек не может в дуальности, он просто теряется. Он не может какой-то вопрос решить. Растерялся. А это сигнал для дуала, подхватить это и сделать самому. И получается естественная передача дел, обязанностей. Даже обязанностей там нет. Там есть только хотение. Хочу это, это, это. Делать без просьб дополнительных. Человек растерялся, а партнер уже это делает. Представляете, какая взаимовыручка, взаимопомощь и взаимопонимание происходит. Идёт бурный рост личности, друг дружки. Люди становятся лучше, больше, растут, развиваются. И в дуальности очень весело жить. Там шутки, смех, озорство такое. И люди чувствуют себя как в детстве, естественными, непринуждёнными. Им не нужно притворяться, не нужно что-то из себя, знаете, вот как бы в угоду другому делать. Он становится человеком самим собой. Это оздоравливается тогда каждый психологически. Уходят психосоматические проблемы. И также проблемы на физическом уровне. Дуалы оздоравливаются и физически. Болезни уходят. Это не сказка, это даже мой опыт. Ну и плюс наука соционника об этом пишет. В своё время Аушера Аустия Новичути, та, которая открыла соционерку, большая благодарность за это, писала, дуальность – это не роскошь, это жизненная необходимость. И без дуала человек чувствует себя психически голодным существом. А в чём суть его голода? Не знает. Обвиняет родителей, школу, общество, что угодно. А там одна причина – отсутствие того человека, который нам по зарез необходим, с которым только мы чувствуем, будем себя истинно целостной личностью. Человеком. Один институционник Шурман очень интересно тоже сказал, знаете, как цитировать хочется его, человек – это всего лишь тип. И только дуализированный тип уже человек. Так будем же людьми. Спасибо. Ищем своих дуалов и с ними развиваемся. Я думаю, что если… Чем больше будет у нас дуальных семей, тем лучше, гармоничнее будет каждый человек, тем лучше, гармоничнее будет микроклимат нашего общества, тем спокойнее и гармоничнее будет развиваться общество. И зачем тогда нам эти войны, эти разборки, кто-то богаче, кто-то беднее, эти непонятные политические игры, мы просто вместе с вами сделаем нашу Украину удобной страной для жизни, для жизни счастливой, приятной, гармоничной, достойной человека. Давайте будем делать это вместе. Приходите к нам. Учитесь, ищите своих дуалов, жжете счастливо. Спасибо. До свидания.